Аудитория наша, хотите вы это или нет, смотрит форматы вот такого контента. В лучшем случае это будут видосы на ютубчике. Перспективы которого, кстати, очень туманные. И снижение скорости загрузки ютуба, и изменения в законодательстве, и новые тренды. Это все то, с чем каждый день приходится сталкиваться журналистам, блогерам, пресс-секретарям. Как раз для тех, кто причастен к созданию контента, на базе сибирской медиагруппы прошел медиафорум. Наша с вами задача просто постепенно аудиторию взращивать от базового примитивного контента к более сложному и более аналитическому. Это наша задача, она очень сложная. И ее невозможно выполнить ни за год, ни за три, ни за пять. Федеральные эксперты рассказывают о том, как работают алгоритмы соцсетей, как развивать телеграм-канал без вложений, о пользе мемов в новостях. И самое главное, о новых вызовах времени, когда информационная война делает своим оружием каждого человека. До сих пор есть, к моему удивлению, часть людей, которые считают, что на самом деле никакой войны информационной по большому счету не существует. Что это просто некое пропагандистское клише, некий там ряд действий со стороны СМИ двух государств, которые просто поливают друг друга грязью и создают ряд фейков. Что на самом деле здесь нет какой-то большой системной последовательной работы, и самое главное, здесь нет субъекта. Моя задача объяснить, что на самом деле это в полном, в академическом смысле война. Мы знаем, что в условиях проведения специальной военной операции, да и в принципе в условиях проведения информационной войны, нам, журналистам, необходимо понимать, как это все происходит, чтобы отсеивать лишние фейки, недостоверную информацию. Сегодня мы, Союз журналистов Алтайского края, проводим совместный медиафорум с Мастерской новых медиа. И это первый в России такой форум, такой прецедент. И хотелось бы сказать спасибо и губернатору Алтайского края, Виктору Петровичу Томянко, и правительству Алтайского края. Без них, конечно, этот форум бы не состоялся. Кстати, уже 16 августа пройдет еще одно крупное событие для края – Инфорум, которое организует Союз журналистов России. В Барнаул приедут известные медиа-менеджеры, руководители крупных СМИ и не только. Обо всех подробностях будет известно позже. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.